Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Санкт-Петербурга, трейдер и управляющий активами Вадим Бабенко. Вадим, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! Как вам сегодняшний рынок? Что интересного? Рынок находится в некотором... Вадим, вы включили демонстрацию рабочего стола, она не включилась почему-то еще. Сейчас включаем. Ага, все прошло хорошо, видим. Ну, рынок находится в некотором застое, это, наверное, связано с приближением рождественских праздников и уменьшением ликвидности. Поэтому, что имеем, то имеем пока. Давайте рассмотрим, что мы имеем и какие у нас есть перспективы на сегодняшний день. Начнем с индекса доллара. Как мы видим, в текущем состоянии индекс доллара находится в нисходящем канале. И с моей точки зрения, это похоже на третью коррекционную волну. Поэтому, в принципе, можно ожидать и сценария дальнейшего снижения доллара. Смотрим на дневном графике. Как мы видим, в текущий момент индекс доллара движется в текущем импульсном нисходящем канале, вышел за верхнюю границу, просто находится сейчас в коррекции после пробития отметки 96.67. И это пробитие, в принципе, означает, что коррекционное движение дальше может быть продолжено. Ну, сценарий может быть два. Либо это, скажем, такая большая третья коррекционная волна и подъем вверх. Либо, в принципе, может означать некоторое, скажем, и дальнейшее продолжение движения в коррекционной четвертой волне и далее пятой. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас, чтобы понять, что делает доллар, если он пробивает отметку 97.80, то тогда, да, мы имеем, как бы, некоторые признаки того, что доллар опять начинает укрепляться. Но вот это движение будет сейчас коррекционное, и оно будет, в принципе, коррекционным оставаться в зависимости от того, от какой волны рассматривать эту коррекцию, либо вот до 97.80, либо до 98.50. И пока, по большому счету, доллар не пробил отметку 98.50, он, по существу, будет находиться в коррекции в этом нисходящем канале. Поэтому, пока ждем, что же нам покажет действительно сегодняшний день. Сегодня мы ожидаем ВВП в Великобритании и в США, данные статистические по Канаде. Поэтому это как-то может и повлиять на картину сегодняшнего дня. Посмотрим на основные валюты. Евро. Мы видим, что евро образовал текущий восходящий канал и находится в движении в них. Но в данный момент, после пробития, скажем, верхней отметки, он находится в коррекционном движении. Посмотрим, когда подробнее на дневном графике. Мы видим, что в настоящий момент он корректируется, но в то же время находится в границах в середине восходящего канала. С моей точки зрения, чтобы евро подтвердил восходящее движение, он должен пробить отметку 11.75. Пока этого мы не видим в сегодняшний момент. Но продавать его, скажем, можно только после того, конечно, как, с моей точки зрения, только после пробития отметки 10.70 и далее. Что-то конкретного прямо в текущий момент предложить больше не могу. Поэтому ждем, как он будет продвигаться. И вполне возможно, что он не дойдет до отметки 10.70 и начнет еще одну коррекцию где-то под отметкой 11. Где-то под отметкой 11. Фунт. Мы видим, что фунт после такого яркого восхождения наверх образовал пятую волну. Сейчас он находится в коррекции после этой пятой волны. И пока он не дойдет до уровня где-то четвертой волны, он будет находиться в коррекции. Сейчас фунт находится на отметке где-то в районе 30. И, скажем так, какой может быть сценарий? После выхода 12.30 данных по ВВП он, в принципе, может пройти и дальше. И, ну, вот где-то, наверное, с отметки 29.30-29.20 его можно будет покупать гораздо более выгоднее, чем покупать сейчас. Хотя он может где-то там пройти под отметку 30 и начать коррекцию и раньше. И эта коррекция может быть продлиться до отметки 31, скажем, 50-60. Откуда, в принципе, уже можно его продавать в расчете на то, что вот эта текущая волна коррекции будет завершиться. С фунтом пока все. Швейцарский франк. Ну, на неделе мы видим, что он находится в некотором импульсном движении, в таком достаточно плоском нисходящем канале. И в данный момент его импульсное движение вниз, хотя и достаточно яркое, но в настоящий момент замедлилось, и он подошел к верхней границе нисходящего канала. Поэтому, скажем так, что пока все показывает на нисходящее движение, но в то же время есть некоторые признаки его замедления. Покупать с текущих момента, ну, как бы, я бы не рискнул бы. Ну, в принципе, лучше, конечно, дождаться более низкого, скажем, движения швейцарского франка и уже при этом покупать. Ну, и продавать пока тоже нет, надо дождаться коррекции, пока франк скорректируется. Поэтому сейчас что-то сказать по франку такое конкретное я не могу. Японская иена. Ну, в недельном графике мы видим, что она все-таки движется в некотором импульсном восходящем канале. Ну, замедлила свое движение, делает попытки выхода из него и возвращения. На дневном графике мы видим, что она уже в очередной раз не может пробить отметку 109.73. И сейчас в очередной раз от нее отбивается. Я ее, в принципе, ждал, конечно, чуть-чуть повыше, где-то в отметке 109.90. Ну, видите, пока она вот не может пробить вот этот 109.72 и сейчас находится в некотором коррекционном движении. С моей точки зрения, продавать пару можно вот только после отметки 108.90 при наличии некоторого импульса. Стиховичного значения я бы, конечно, и не рискнул, а, в принципе, посмотрел на дальнейший характер движения цены и иены. Канадский доллар. На недельном графике мы видим, что, в принципе, ничего не меняется. Канадский доллар движется в нисходящем канале, как в более общем, так и в текущем. На дневном графике мы видим, что есть импульсное движение в некотором импульсно-нисходящем канале. Но в настоящий момент канадский доллар находится в коррекции, но в рамках этого нисходящего канала. По существу сейчас он находится где-то, вот с моей точки зрения, во флэтовом некотором движении. И что предполагает, что, возможно, на новостях сегодня по канадскому доллару может быть более такое вразумительное движение. Поэтому сейчас я, до выхода новостей, я бы ничего не делал и подождал бы этих новостей. Австралийский доллар. На недельном графике мы видим, что с точки зрения глобальной ничего пока не происходит. Австралийский доллар двигается в нисходящем канале. Но в настоящий момент он делает попытку выхода из этого нисходящего канала. Но пока мы наблюдаем. Попытка пока удачная. Однако, для того, чтобы продолжить это восхождение, он, конечно, должен пойти к верхней границе этого канала и пробить предыдущую вершину. Тогда отправится к верхней границе. Но в то же время это все движение носит коррекционный характер. И в глобальном смысле это все будет коррекция до тех пор, пока он не выйдет за отметку 70-80. Тогда да. Я бы, конечно, считал, что австралийский доллар, скажем, реально начал свое возрождение. В текущий момент, в принципе, нет у меня решений. То есть я бы, конечно, его купил с отметки уже где-то 68-20, наверное. 68-40, наверное, можно купить в расчете того, что он не уйдет ниже. В то же время, ну, можно его и продать. Ну, только вот где-то при подходе к отметке 69-30 и даже ниже, где-то ниже 60-69. Перейдем к новозеландскому доллару. На недельном графике мы видим, что новозеландский доллар все-таки пытается выйти из нисходящего тренда. И уже образовал некоторый восходящий канал, пробил его и пробил также вот именно нисходящий канал. Что, с моей точки зрения, позволяет пока с оптимизмом смотреть на продолжение его коррекции. В текущем движении он находится все-таки в коррекции, пока не пробил отметку 67-90. В этом случае, так же, как с австралийским долларом, мы будем считать, что это будет весомой заявкой, но на дальнейшее укрепление новозеландского доллара. В текущем своем состоянии, в принципе, я, конечно, жду дальнейшего движения вверх. Но покупать сейчас как бы можно только на каких-то импульсных, на откатах от этого импульсного движения. В то же время, конечно, можно и продавать. Сейчас посмотрю с отметки. Продавать я бы стал только от... Если он 65-20 пробьет, там можно уже посмотреть на продажи. Покупать можно, но можно, если, конечно, вот он пробьет отметку 66-30-35, тогда мы будем иметь подтверждение дальнейшего восходящего движения новозеландского доллара. Ну, у меня все, коллеги, на сегодня. Вадим, спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Вадим, стратегически доллар, на ваш взгляд, на импичменте президента Трампа может снижаться и дальше? Ну, вот сегодня вы сказали, что ожидаете возможное снижение. А стратегически, в принципе, дальше? До конца года, например, ближайшие 10 дней? У меня такого мнения сейчас нет. То есть я ничего не ожидаю, кроме того, что вижу. И в текущем моменте, скажем, в текущем моменте я бы не исключал два сценария. И они технически связаны с тем, что какую мы картину видим. В настоящий момент доллар находится, скажем, ослабляется и находится в нисходящем движении. Но в то же время это, с моей точки зрения, не критически. И в любой момент эта нисходящая коррекция может быть закончена, и он начнет дальнейшее свое укрепление. То есть вы... Я никак не связываю это с импичментом, потому что... Ну, потому что, как же, доллар... Доллар есть доллар. Как бы президенты меняются, а доллар укрепляется. Остается, да? Да. Я понял вас. На ваш взгляд... Второй вопрос. На ваш взгляд, Британия, Королева подтвердила, что сегодня, может, уже там что-то подпишет. И уже до 31 января точно Британия выйдет из Евросоюза. Как это стратегически может оказать влияние на фунт? Ну, мне это сложно оценить, так скажем, с моего уровня. И я пока не имею на этот счет какого-то определенного мнения. Я, опять же, слежу за технической картиной, и в настоящий момент фунт находится в коррекционном движении после такого победного восхождения на новостях, после победы консерваторов. Да, поэтому у меня нет такого мнения определенного. Я думаю, что, в принципе, с нашего уровня надо работать от того, чего мы реально видим на рынке. Ясненько. Понял вас, хорошо. Спасибо большое, Вадим, вам за вашу точку зрения по рынку сегодня. Вам хорошего дня и удачи сегодня на рынке самому. Самое главное, мало того, что хорошо рассказать, надо еще и хорошо сделать. Я так понимаю, что, несмотря на пятницу, вы сегодня будете у станка целый день. Да, безусловно, будем наблюдать за выходом статистики и за характером движения валют после выхода новостей. До выхода новостей, я думаю, что особо плохо. Я понял вас. А вообще вы как работаете? Как на работу каждый день с утра до вечера? Или, так сказать, какие-то у вас сезонности есть внутри дня? Нет, нет, и я, и мы, как в группе финансовой технологии, мы работаем круглосуточно, каждый день. Ну, на выходных, естественно, мы отдыхаем, но, в принципе, периодически все равно мониторы мы глядим, и у нас нет сезонности в открытии сделок. То есть мы, скажем, не уходим на рождественские каникулы, а для нас это вполне рабочие моменты. Ну, просто сейчас рынок немножко как бы такой вялый, поэтому, в общем-то, ну, в принципе, мы все равно работаем. И эта неделя была достаточно плодотворная, несмотря на такой незначительный характер движения валют. Все-таки было что-то такое, и самое главное, мы не теряем. Ну, бывает вот из-за такого характера движения, ну, чуть-чуть не дорабатываем. Я понял. Ясненько. Спасибо большое, Вадим, вам за ваши обзоры, комментарии по практике торговли. Вам хорошего дня сегодня и удачи. Спасибо, Игорь. До свидания, Игорь. До свидания, коллеги. Желаем вам удачного завершения недели и удачной торговли в рождественские каникулы и далее. Хорошо. Спасибо большое, Вадим. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok